Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Мы живем в станице Геогенской. Сегодня я снимаю не утром, не когда было утром. Собирали клубнику, ходили на рынок. Сегодня собрали вот столько клубнички, где-то 11 килограмм. Она у нас сейчас по 150 уже. Может быть и поменьше, но все равно денюжка. Пойдем сейчас на рынок. Вон какая ягодка, посмотрите, красивая. Крупная, сладкая. Это здесь в основном Азия. Вот какие ягодки. Вот она. Видите, какая хорошая ягодка. Здесь даже немножко шнайдера есть. Она вот, смотрите, во всю руку такая. Ну ее немного, она поздняя ягода. А это такая среднего срока созревания. Прям вкусная, вкусная. Ммм, запах. Ну ладно, все, пойдем. Продали ее практически оптом. 11 килограмм по 100 рублей забрали. Еще не хватило. У нас ее не так много еще. Может пару раз продадим и все для себя оставляем. Что у нас много родственников, гостей. И приедут, заберут с собой. И посылочки высылаем. Сейчас я снимаю вечером. Солнышко скрылось. Очень хорошо все видно. Не мешает солнышко. Жар тоже спал. Прекрасно. Вечер такое прям приятное время. На юге. Вот посмотрите, как у меня растет. Какие колокольчики распушились. Это вот как почвопокровник. Его так не видно. Маленькие такие листики там незаметные. Вот она, травочка вот эта растет. Ее и не видно. А потом вот выстреливают. Буквально за неделю вот такую стрелку дает. И получается вот такая красота. Колокольчики практически с метр. Вот. Такие хорошенькие. Достаточно крупные колокольчики. Вот смотрите, какая. Какие. Растут себе, растут неприхотливые. Размножаются. Сами себе ползут там. Я уже откапывала. Соседям откапывала. Здесь недавно мы купили клематис. Вот он какой красивый. Сюда посадили. Здесь были ирисы. Их выкопали. Пересадили в другое место. Небольшой такой. Он идет до полутора метров. Крупный красный. Вот еще остался. Еще не совсем. Смотрите, какой цвет. Очень красивый. Просто уже подвел немножко. Буквально дня три как пересадили. Очень красивый. Это мне тоже подруга привезла. Из Тульской. Недалеко от Майкопа. Она там заехала к бабушке. Она продает клематис. Вот они выкопали. Прям вместе с корнем. С хорошим. И сразу пересадили сюда. Я думаю, что он и не почувствует пересадки. Вот какие колокольчики красивые. Сейчас я отойду немножко. Хочу показать вам розочку. Вот эта вот роза красивая. Она практически как вьющаяся роза. Мы купили дом. Этот куст уже был. У ней кусты, ветки, длинные ветви. Прям доходили до душевой кабины. Но я делаю ее как кустовую. Видите, какая красивая. Прям шапка такая. И она цветет не один раз. А цветет несколько раз за сезон. Очень красавица. Я люблю такие розы. Когда вот их кучкой. И они постоянно цветут, цветут. Ну, потом перерывчик летом. Особенно у нас в июле перерывчик розы делают. Мы ее подстригаем, подкармливаем. И потом она опять заново. Куст очень широкий. Наверное, метра полтора в диаметре. Запах стоит. Невозможный. Приятный. Такой тонкий аромат. Она не сильно там прям розой так пахнет. Он такой своеобразный у нее запах. Красивая. И вот я думаю, что потом с тем вот красным клематисом будет очень хорошее сочетание. Вот мое чудо-дерево. Молочай. Тоже Лена мне давала. В том году маленький отросточек. Знаете, какой вырос? Такой ствол крупнущий. Он цвел так интересно. И такие вот шишечки. Посмотрим, что дальше будет. Достаточно большой такой ствол. Крепкий. Деревце уже метра полтора, наверное. Такое инопланетное существо какое-то. Да, Бася? Хорошенький. Валера сегодня налил в душ воды. Залил в бак. Завтра уже можно будет в душевой кабине мыться. Ой, это же не сказать, что это такое. Это очень хорошо. Когда выходишь жарко из душевой кабины. Помылся чистенький. Тебя окружают вот эти цветы. Это такое состояние, знаете, умиротворения. Не выскажешь. Думаешь, Господи, как хорошо жить на свете. А здесь еще такая природа и цветы. Ой, думаю, что такое пахнет. Все, некогда, некогда. О, жимолась моя. Очень запах тонкий, аромат такой. Каким-то таким, как жасмином пахнет. Жимолась моя расцвела. Вот она она. Такой запах. Аромат, аромат. Я ее подстригала. Весной. Чтобы она не сильно такая агрессивная была. Ровненькая. Видите, уже она опять наросла. Буду делать ей опять стрижку после цветения. Чтобы она на вишню не забиралась. Сегодня вам этот уголок сада показала. Потом завтра другой еще покажу. Сегодня мы будем пересаживать ипомею. Она у меня давно засиделась в горшочках. Мы ее будем пересаживать на постоянное место жительства на лето. Сейчас вам покажу. Сегодня я хочу пересадить свою ипомею. Вот такие у меня красотки. Зелененькая. У меня есть видео на канале, как я ее черенкую зимой. Вот они вот так вот разрослись. Я от них уже опять черенковала. Им уже тесновато в этих горшочках. Хотя 3 литра люди делают такие подвесы. Но это не для ипомеи. Чтобы она хорошо растая и развивалась. Литров 10 хотя бы надо. У нас вот есть старая ванна на 80 литров. Так, вот она глубокая достаточно. Я решила туда вот соломки. Нет, это не соломку. Это мне Валера порубил камыш сухой. Вот он будет как дренаж достаточно. Потом еще перегниет и будет питание. Вот сюда сейчас насыпем землю. И посадим ее. Показать вам, посмотрите, сколько... Вот я сейчас из горшочка вытащила. Вот сколько корней. А ему еще расти все лето. Вот. Здесь еще трагисканция мелколистная образовалась. Случайно попала, видите, как разрослась. И вместе с ней прям посажу. Вот я уже поставила. Вот, посмотрите. Вот. И сейчас будем засыпать земелькой. Здесь будет красота неописуемая. Вот они. Вот. Хочу показать свой результат. Подсадила еще колеус такой вот. Он уже большой. Его помея не забьет. Тоже он такой красивый. Ну, в принципе, подходит. Вот. Фиолетовые такие внутренности. И сверху такие зелененькие. Такие вот каемочка такая зелененькая. Ну, что будет, я думаю, что будет красиво. Потом вот это все. Ипомейка все это пространство займет. Будет очень красиво. Будем наблюдать. Вот она вот. И вот сюда. Кто ей выйдет? Вот это здесь место. Здесь я ничего не посадила под бананом. Потому что листья ипомея будут спускаться. Красиво. И здесь тоже. И посадила под бананчиком. Вот пока садила, лист сломала. И ничего, они быстро отрастают. Чтобы им под бананом будет небольшой тенек. Ипомея не любит сильно яркое солнце. Растет, конечно. Ну, замучишься поливать. Но больше комфортно чувствует себя в полутени. Тогда и лист поярче. Вот такие красочки сочнее. Вот. Закроет вот этот большой, вот этот вот черный горшок. Весь закроет. И вот будет такая красивая большая шапка. Чтобы она получше кустилась, помейка. Мы просто вот берем и прищипываем. Вот. Видите, отросточек. Сейчас его прищипнем. Вот. Вот этот вот у нас тоже. Один. Только здесь три. Такой вот отрастет. Здесь уже прищипнутый. Здесь вот тоже мы прищипнем. Так. Вот прищипнем. Этот вот отросточек. Вот. Так. Здесь я уже прищипывала. Не бойтесь. Она чем красивее, чем пушистее она будет, тем она будет красивее. Чем она из пазух пойдут остальные веточки. Будет шикарно. Сегодня еще высадила наконец-то я свои цинии. Дождались они своей очереди. Так. Посадила, чтоб немножечко... Уже места некуда садить, чтоб немножечко эту зелень повеселить. Будут красивые пушистые кусты невысокие. Мы тоже будем следить за их развитием. Хочу вам показать. Мне подруга приезжала из Тульска. Это недалеко от Майкопа, Лена. Вот она мне вот такой подарила вигелу. Это вигела. Она такая небольшая. Практически все лето цветет. Вот она два дня назад приезжала. У ней были белые цветочки. Она говорит, что будет розовая, а потом красная. Я даже не поверила, честно говорю. А сегодня вот сейчас подошла, смотрю, правда. Здесь вот белые остались. А здесь, посмотрите, розовые краснеют. Это совершенно новый сорт. Вот. Брали в питомники. Видите, какая красота. Такого мы еще не видели. Красоточка. Пусть немножко в горшке подрастет. Потом найду ей место в саду. Где-нибудь под осень посажу, чтобы ее не залить. Чтобы корешки хорошо она пустила. Этот горшочек был маленький. А пересадила в такой. Вот и пусть растет, обивает ком земли. Еще вам хочу показать. Сейчас подойдем мы. А вот посмотрите, какая у меня гвоздичка. Красотка. Я, по-моему, уже говорила, что мне сестренка подарила ее. Она еще больше сегодня прям расцвела. А сама маленькая. Вот отсветет, я ее обрежу. Опять будет травка такая маленькая, незаметная, почвопокловная. Хорошенькая. Сейчас вам хочу показать клематисы. Хорошо видно, солнышко не мешает. Мимо роз проходим уже, распускается. Потом вам отдельно покажу их, когда распустятся. Так, вот такие у меня сорта. Не махровые, простые, но красивые. Такие вот. Скоро полностью распустятся. Видите, сколько много у него бутонов. Очень много. Вот. Куда полез. Вот этот вот красотка. Красивый. Очень красивый такой клематис. Смотрите, какие у него практически с мою ладошку цветочки. Такая вот серединка. Очень красивый. Такой нежно-сиреневый. Хорошо так разросся. В принципе, клематисы, они не сильно прихотливые. Они могут, когда дожди, могут заболеть. Мы их проливаем всегда фундазолом. Давайте еще посмотрим. Какая красота. Все, солнышко уже садится за горизонт. Птички тоже пошли спать. Природа затихает. И мы пойдем отдыхать. Всем приятного отдыха. До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что оставались с нами. До свидания.